Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомство с рецепторами и их сигнальными путями. За это время мы успели с вами познакомиться со многими типами мембранных рецепторов, с основными их классами, в частности с ионотропными рецепторами с жебелок связанными рецепторами и с ферментосопряженными рецепторами, к которым относятся серентрианин кинозные рецепторы, тирозин кинозные рецепторы, а также рецепторы к цитокинам, цитокиновые рецепторы. Мы с вами тоже разобрали в прошлый раз. Но на этом многообразие поверхностных рецепторов не заканчивается. существует еще достаточно большое количество классов. Часть из них имеет достаточно похожие сигнальные пути на те, которые мы с вами уже рассмотрели. Но, тем не менее, есть и отличия. И, кроме того, те рецепторы, с которыми мы с вами дальше будем знакомиться, они обладают рядом достаточно специфических особенностей и вызывают определенные реакции, то есть клеточные ответы. И экспрессируются они тоже на определенных, предельно специализированных типах клеток в большей своей части. И познакомимся мы с вами с пятью дополнительными типами поверхностных рецепторов. Первый – это на самом деле не все они прям вот так четко делятся по семействам, но здесь скорее я больше выделил именно группы рецепторов. Так вот, к первой группе, с которой мы познакомимся, относятся рецепторы, относящиеся к молекулам клеточной адгезии. То есть к молекулам, которые участвуют в формировании контактов между клетками друг с другом или между клетками и внеклеточным матриксом. Вторая группа, о которой пойдет речь, о которой мы тоже сегодня, я надеюсь, успеем разобрать, это толподобные рецепторы и рецепторы к интерлекину-1. Вот эти рецепторы, они относятся, их относят к одному семейству. И экспрессированы они на иммунных клетках, главным образом, порожденного иммунитета. Еще один тип рецепторов, который мы с вами рассмотрим, оно формирует целое суперсемейство. Мы с вами разберем три рецептора, относящихся к этой группе. Это рецепторы и суперсемейство рецепторов факторов некроза опухоли. Они тоже в основном экспрессированы на клетках иммунной системы и отвечают за иммунный ответ. Еще одним типом рецепторов, которые тоже в основном относятся к клеткам иммунной системы, являются иммуно-рецепторы или некаталитические тирозинфосфорилируемые рецепторы. Мы тоже с вами разберем их механизмы действия, их работу. Ну и, наконец, завершим мы вот этот вот раздел рассмотрением ночи рецепторов. Это рецепторы, которые экспрессированы в основном на эмбриональных клетках, они играют важнейшую роль в эмбриональном развитии. Но, кроме того, и во взрослом организме они могут принимать участие в ряде важных реакций, в основном связанных с регенерацией. Ну вот мы с вами в качестве примера рассмотрим процесс роста сосудов или ангиогенеза, который неизбежно происходит в процессе регенерации тканей, например, после повреждения тканей. И там ночи рецепторы тоже выполняют очень важную функцию. Так, ну а начнем мы нашу сегодняшнюю лекцию с обзора молекулоклеточной адгезии. И позднее остановимся на интегриновых рецепторах, которые как раз относятся к этому классу молекул. Вот молекулоклеточной адгезии, как я уже буквально пару минут назад упоминал, обеспечивают такую связующую функцию между цитоскелетом клетки, то есть между опорно-двигательным аппаратом клетки и внешними молекулами. В частности, это могут быть молекулы, которые находятся на поверхности других клеток, либо молекулы вне клеточного матрикса, то есть своего рода каркас, который фактически армирует ткань и обеспечивает ее механические свойства. К молекулам, которые относятся к вне клеточному матриксу, принадлежат различные группы. В частности, это белки, коллагены, ламинины, фиброниктин и многие другие эластин. Кроме того, к ним принадлежат также различные протеугликаны, гликозаминогликаны, в частности гиалуроновая кислота. И таким образом вместе они обеспечивают тот самый каркас, ту основу межклеточного вещества, который обеспечивает пространственную организацию клеток в ткани и связующую роль. То есть она интегрирует клетки вместе в составе одной ткани. Итак, существует в целом несколько семейств молекул, которые относятся к молекулам клеточной адгезии. Давайте вот к этому слайду обратимся. Во-первых, это катгерины. Катгерины, они обеспечивают формирование межклеточных контактов, в частности адгезионных контактов. И вот все молекулы клеточной адгезии, они могут вступать в два типа взаимодействий. Это гомофильные и гетерофильные взаимодействия. Вот гомофильные взаимодействия, это когда одна молекула клеточной адгезии на одной клетке взаимодействует с точно такой же молекулой клеточной адгезии на другой клетки ну и вот как раз катгерины они обеспечивают создание адгезионных контактов формирование адгезионных контактов путем гомофильного взаимодействия то есть одинаковые молекулы на двух клетках взаимодействуют друг с другом при этом кальций играет очень важную роль в этом связывании и это обеспечивает формирование клеточного контакта то есть клетки заякорены друг на друге вторым типом молекул клеточной адгезии семейством точнее молекул клеточной адгезии которая обеспечивает формирование клеточных контактов опять-таки путем гомофильного взаимодействия являются молекулы клеточной адгезии принадлежащие к суперсемейства иммуноглобулинов но естественно как следует из названия они имеют в своей основе структуре большое количество иммуноглобулин подобных доменов и ими они взаимодействуют тем самым наподобие катгеринов обеспечивая формирование клеточных контактов но вот эти молекулы да давайте наверное дальше продолжим еще два семейства которые тоже обеспечивает клеточные контакты а также связь клеток с матриксом это те молекулы которые обеспечивают гетерофильные взаимодействия в частности селектины они взаимодействуют со своими ликтиновыми доменами с гликопротеинами на поверхности других клеток то есть это уже гетерофильные взаимодействия поскольку не одинаковые молекулы взаимодействуют в данном случае а вот связь клеток с внеклеточным матриксом обеспечивается за счет опять-таки гетерофильного взаимодействия за счет молекул клеточной адгезии которые называются интегрины и интегрины они обеспечивают как раз связывание клеток вот с этими самыми компонентами внеклеточных матриксов ну вот здесь фиброниктин для примера показан хотя как я уже говорил к компонентам внеклеточного матрикса относятся различные белки полисахариды гликопротеины и так далее и важно здесь отметить что молекулы клеточной адгезии их первичной функции является как раз именно механическая связь между цитоскелетом клетки и внешними молекулами и как раз они являются вот этим самым промежуточным связующим звеном то есть с одной стороны со стороны цитозоля они связаны с например с активным цитоскелетом но не обязательно с активным это могут быть и промежуточные филаменты а вот внешне они связываются например с матриксом либо с другими клетками то есть это их основная функция но вместе с тем некоторые из этих молекул обладают еще и сигнальной функцией только то есть они не только могут связываться с внешними молекулами то есть скажем клетка не только цепляется за другие клетки или за компоненты вне клеточного матрикса но это взаимодействие ведет также к запуску определенных сигнальных каскадов с которыми которые непосредственно идут в результате активации данных рецепторов и вот среди молекул клеточной адгезии интегрины могут а также молекул клеточной адгезии относящиеся к суперсемейство иммуноглобулинов могут как раз активировать запускать различные сигнальные каскады и мы подробнее с вами остановимся именно на интегринах вот на этой группе потому что эти молекулы они очень интересны как с точки зрения строения так и главным образом с точки зрения функционирования и сигналинга и именно эти молекулы обеспечивают не только связь клеток с матриксом но и трансляцию сигнальных каскадов которые важны для поддержания жизнеспособности клеток ну давайте теперь о них подробнее поговорим интегриновые рецепторы всегда представляют собой гетеродимер который состоит из альфа цепи и бета цепи существует огромное количество изоформ и альфа и бета цепи и они в различных комбинациях могут друг с связываться но вот например существует 18 различных изоформ альфа цепи существует 8 бета цепи типов бета цепей и вместе они могут формировать 24 различных 24 типов димеров которые обладают различными легант узнающими свойствами то есть способны распознавать различные леганты иногда даже несколько леганов ну вот давайте сейчас перейдем к этому слайду вот здесь перечислен далеко не все комбинации альфа и бета субъединиц интегриновых рецепторов ну и вот посмотрим во первых где они экспрессируются как правило интегрины которые содержат в своем составе бета-1 цепь они экспрессируются практически везде альфа цепи тоже вот 1 2 3 они встречаются в очень многих тканях другие уже более специализированы в каких-то специализированных основными легантами являются во первых коллаген коллаген это основной белок всех позвоночных то есть он наиболее экспрессирован среди всех остальных белков и составляет основу вне клеточного матрикса ламинины это белки которые тоже могут входить в состав например базальных мембран и тоже могут участвовать в разграничении между соединительной и эпителиальной тканью они образуют такую сеточку как правило двумерную фиброниктин это в основном компонент матрикса соединительных тканей и тоже он играет одну из важнейших ролей в организации архитектуры вне клеточного матрикса поскольку он часто взаимодействует с коллагенами и является своего рода таким фактически центром связывания коллагенов благодаря благодаря которому коллагены могут образовывать достаточно сложные 3d структуры то есть сетку ну и кроме того к легандам интегриновых рецепторов также относится например гиалуроновая кислота тоже и так альфа и бета цепи входят состав интегриновых рецепторов интегрины интегриновые рецепторы могут существовать в двух конформациях внеактивной и в активной вот внеактивной конформации интегриновый рецептор обладает очень низкой афинностью к леганду он фактически оказывается таким повернутым в сторону мембран то есть образует такую крючка подобную структуру но если произошла активация интегринового рецептора он приобретат приобретает активную конформацию которая обладает высокой афинностью к леганду и эта конформация она вот такая вытянутая еще вот помимо различий во внешних в поведении внешних доменов наблюдается еще вот такое различие касающийся трансмембранных доменов и циканцевых доменов которые находятся внутри цитозоли внутри клетки вот если конформация интегринового рецептора неактивная то трансмембранный и внутриклеточные домены рецептора они обычно сближены а вот если рецептор переходит в активную конформацию то они расходятся и расходятся они благодаря связыванию белков которые называются активаторами но в частности это может быть талин или киндлин или оба это в свою очередь белки линкеры как или адаптеры которые обеспечивают связь циканцевого домена непосредственно с активным цитоскелетом то есть талин он может связываться с бета-цепью одним своим доменом другим доменом может связываться с активным чуть-чуть я попозже расскажу как происходит переход из неактивного состояния в активное интересно отметить что интегриновые рецепторы обладают уникальным свойством среди всех рецепторов они могут транслировать свой сигнал не только извне внутрь клетки но и из клетки наружу то есть ни один другой тип рецепторов таким свойством не обладает то есть мы обычно когда говорим о сигналинге мы имеем ввиду что а сигналинге через поверхностные рецепторы мы имеем ввиду что рецептор связывается с легандом дальше этот рецептор претерпевает претерпевает некие конформационные изменения и это приводит к запуску сигнальных каскадов внутри клетки которые действуют опять таки на внутри клеточные миши и этот сигналинг называется outside in то есть он идет извне наружу здесь помимо вот этого свойства которое характерно для интегриновых рецепторов для них характерен еще обратный процесс передачи сигнал inside out то есть когда некий биохимический процесс то есть связанный с активацией определенных сигнальных путей приводит к тому что рецептор переходит в активированное в активное состояние именно благодаря внутренним сигналом но так этот слайд как раз эту мысль иллюстрирует то есть этот сигнал приводит к активации талина например который является активатором интегриновых рецепторов и этот талина обеспечивает связывание связывается с бета-цепью и в результате вот эти домены интегринов которые находятся внутри клеток расходятся как результат интегрин переходит в активное состояние обратно и же ну вот что касается классического пути передачи сигнала то здесь идет взаимодействия с матриксом то есть матрикс взаимодействует с интегриновыми рецепторами и это взаимодействие ведет к активации сигнальных каскадов то есть здесь обычная история которая наблюдается то есть аутсайд и а вот здесь наоборот inside out интегринным на самом деле об интегриновых рецепторах мы уже с вами немножко говорили это насколько я помню было когда мы обсуждали роль малых гтф а семейства р айч о в регуляции локомоций клеток и вот если вы помните мы обсуждали там движение клетки по градиенту концентрации и когда вот она двигается у нее образуется зона ламелоподии там филоподии и ламелоподии в которой как раз происходит формирование адгезионных контактов клетки с поверхностью то есть компонентами вне клеточного матрикса и эти контакты называются фокальными адгезионными контактами формируются они при непосредственном участие интегрин изначально интегрины которую а которая оказывается в области ламелоподии связываются с легандом и постепенно по мере созревания контакта происходит их кластеризация то есть если изначально то есть вот здесь давайте посмотрим было мало рецепторов интегриновых то в процессе созревания происходит все больше и больше увеличение количество интегриновых рецепторов в области вот этого самого фокального адгезионного контакта кроме того по минис по мере созревания контакта происходит также усиление связывания рецепторов интегриновых с цитоскелетом через линкерные белки в качестве линкерных белков могут служить различные белки в частности это талин и киндлин о котором мы я уже упоминал но и также понимает участие другие например боксилин актинин венкулин и другие если вы помните когда в процессе созревания контакта у нас происходило у нас происходило по мере движения клетки вперед и соответственно контакт находился все ближе и ближе к заднему полюсу клетки и вот по мере этого происходило его созревание затем когда клетке уже этот контакт становится не нужен то есть когда клетка уже переползла с этого места а контакт остался то есть он действует по сути как присоска то происходит потом его на разрушение его нарушение как это происходит вот в задней части клетки которые вижу в задней части движущейся клетки за регуляцию сборки разборки компонентов цитоскелета отвечает у нас gt-фаза rho малый gt-фаза и вот она обеспечивает процессы связанные с сокращением которые происходят в этой части это означает что сюда привлекается миозин который обеспечивает сокращение активных филаментов и это сокращение она ведет к постепенному к постепенной деполимеризации активных цепей то есть вот как здесь нарисовано то есть когда у нас идет процесс сокращения активные цепочки у нас где полимеризуется по мере передвижения по ним миозина то есть миозин он как бы скачет по этой цепочке задняя ее часть где полимеризуется в результате это деполимеризация и сокращение приводит к тому что сила вот этого контакта что напряжение вот этого контакта она возрастает и в какой-то момент происходит механическая механический разрыв интегринового рецептора с от субстрата то есть он фактически эту присоску выдергивают клетка а процесс деполимеризации который активных цепей который происходит вот здесь в задней части клетки он приводит к тому что связь активного цитоскелета с адаптерными белками ослабляется но в силу того что активно разбирается что он где полимеризуется из-за этого происходит процесс который связан с ослаблением интегриновых контактов с микроокружением то есть эти белки активаторы они отходят и интегриновые рецепторы потом поглощаются путем эндоцитоза ну а дальше у них уже может быть различная судьба в основном они подвергаются ресайклингу то есть участка переносится уже в переднюю часть клетки в область ламелоподии и там уже участвует в образовании сначала таких незрелых контактов а потом эти контакты созревают по мере продвижения клетки вперед то есть сейчас вот я приблизительно рассказал вам о том какова механическая роль интегриновых рецепторов в движении клетки то есть он участвует в заякори в заякоривание но потом по мере продвижения клетки вперед этот контакт ослабляется и интегриновые и связь интегринов с внешними белками вне клеточного матрикса она теряется но потом эти же рецепторы переносятся в переднюю часть клетки и уже вновь участвуют в создании этих контактов по мере движения клеток но помимо того что происходит что интегриновые рецепторы участвуют в механическом связывании клеток с компонентами вне клеточного матрикса активируется еще сигнальные пути и вот этот процесс активации сигнальных путей при механическом связывании рецепторов с легандом он называется и по ее в зависимости от усиления этого контакта он называется механо-трансдукции то есть это фактически процесс перехода энергии перехода сигнала связанного с усилением вот этого самого контакта в биохимическую сигнал дело в том что когда у нас происходит фамира формирование зрелого контакта при этом контакт этот находится в таком натяжении то есть актин здесь натянут и актиновые цепи связаны с с концевыми участками интегриновых рецепторов через линкерные белки вот такое состояние приводит к тому что сюда в область интегриновых рецепторов может быть рекрутирована так называемый так называемая фокальная адгезионная киноза или fk киноза она связывается с талином с рецептором через талин только тогда когда талин находится в активной конформации то есть когда он вот здесь на этой схемке талин это вот фиолетовый показан вот когда талин находится именно в таком развернутом состоянии то есть когда он связан с активным цитоскелетом и здесь имеется напряжение то есть вот эта активная нить она как трос натянута вот в таком случае фокальная адгезионная киноза может связываться как раз с талином и дальше запускать сигнальные каскады фокальная адгезионная киноза когда садится на талин то есть талин здесь своего рода адаптерным белком выступает так вот когда на него садится фокальная адгезионная киноза она она становится активированы и она фосфорилирует сама себя она фосфорилирует сама себя и тот тирозин фосфат который образуется на поверхности и такие киноза он узнается знакомый уже нам src кинозы src киноза как вы помните обладает с h2 доменом и способна узнавать фосфотерозин и вот src киноза она может садиться на этот фосфотерозин и затем еще дополнительно фосфорилировать fk кинозу по нескольким сайтам то есть в результате несколько фосфотерозинов на fk кинозе становится фосфорилированными с помощью src киноза ну и как результат появление дополнительных фосфотерозинов на fk молекуле приводит к тому что с ней могут связываться другие адаптерные белки в частности jrb 2 который запускает мапки на зный каскад и регуляторная субъединица с фосфотерозин назитол 3 киноза которые связываясь с фосфотерозином на поверхности и файкей способствует активации в сфотидил назитол 3 киноза протеин киноза b сигнального каскада таким образом интегриновые связывание интегриновых рецепторов с компонентами внеклеточного матрикса и созревание вот этого фокального адгезионного контакта созревание связаны с усилением силы и увеличением числа рецепторов в составе контакта она приводит к тому что активируются вот эти два сигнальных пути петрики и протеин киноза b и мапки на зный сигнальный каскад а по прошлым лекциям мы с вами прекрасно знаем что эти сигнальные каскады они обеспечивают предоставляют клетки предельно такой позитивный сигналинг обеспечивая выживаемость клеток обеспечивая способствует пролиферации и многие другие реакции там связаны с локомоции с дифференцировкой также могут быть частью этого сигналинга то есть он для клеток оказывается важным для выживания если мы этот сигналинг хоть он и является избыточным то есть он по сути дублирует тот сигналинг который у нас идет от тирозинкиназных рецепторов но тем не менее все равно о своей совокупности он вносит свой вклад в выживаемость клеток если клетка не будет долгое время иметь контактов что происходит например если мы в состав среды введем это 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 у нас забирает кальций магний вот как раз активная конформация интегринового рецептора она требует участия этих двух катионов и вот если мы посадим клетки в среду садата какое-то время они конечно будут жизнеспособны но долго существовать в таком состоянии не могут они погибнут так итак процесс outside in сигналинга обеспечивает происходит в результате связывания легандов то есть различных компонентов униоклеточного матрикса с интегриновыми рецепторами это в свою очередь приводит к кластеризации интегриновых рецепторов в области фокального адгезионного контакта и в результате этого происходит активация фокальной адгезионной киназы за счет связывания с талином с адаптерным белком который активе приобретает активную конформацию и активация фокальной адгезионной киназы в свою очередь ведет к активации сигнальных путей связанных с фосфотиделанной сетол 3 киназа и протеин киназа и b и мап киназным каскадом этот процесс как я уже говорил называется механо-трансдукции но следует еще отметить поистине тоже уникальное свойство интегриновых рецепторов это то что они способны передавать сигнал не только с помощью вот этих двух сигнальных каскадов дело в том что механическое напряжение которое создается при связывании клетки с субстратом при участии цитоскелета она может транслироваться непосредственно в ядро и вот как это приблизительно происходит вот да на этой схемке у нас изображена клетка ядро в свою очередь у нас не только покрыта двойной мембранной оболочкой в внутренней части вот этой сферы имеется еще белки которые называются ламины и вот ламины они обеспечивают образование такой сетки которые армируют внутреннюю поверхность ядерной мембраны кроме того ламины не только находится вот здесь вот по периметру они также некоторые изоформ они находятся и внутри объема ядра и ламины они обеспечивают играют важную роль в обеспечении ядерной так скажем архитектуры и реологии и в поддержании форм ядра но через линкерные белки ламины могут также быть иметь контакты с цитоскелетом в частности с активными филаментами если у нас происходит формирование контактов между компонентами внеклеточного матрикса и клеткой при участии интегриновых рецепторов то в процессе движения клеток происходит сокращение сокращение приводит к тому что у нас напряжение вот на это активный стресс фибрили растет и в свою очередь это приводит к тому что когда у нас сокращаются активной нити вот так у нас вот этот линкер который связывает актин и ламина он фактически тоже начинает испытывать напряжение и транслировать его на ламины в результате у нас ядро начинает менять фактически свою форму благодаря этому в свою очередь это приводит к тому что пространственная организация хроматина в ядре может меняться из-за чего может поменяться даже профиль экспрессии кенов кроме того вот это механическое фактически растяжение которое транслируется на ядро она может приводить также к изменениям в цитоплазменно ядерном транспорте в частности диаметр ядерной поры может расшириться что приведет к тому что какие-то белки и например транскрипционные факторы смогут попасть в ядро даже без участия импортина в свою очередь все это может привести к тому что вот этот тип механо транспорции который не связан непосредственно вот с теми сигнальными путями о которых мы говорили приведет тоже опять-таки к изменению экспрессии генов на самом деле вот этот вопрос то есть как меняется профиль экспрессии генов при таком типе механотрансдукции он еще содержит множество белых пятен его достаточно сложно изучать потому что механотрансдукция это процесс очень динамический то есть он меняется буквально каждую секунду и в результате вот те механические импульсы которые приводят к растяжению ядра они все временные то есть они существуют там скажем несколько миллисекунд и потом исчезают по мере там движения клетки или все время меняются то есть поэтому изучая изучать эти вопросы достаточно сложно в принципе и здесь еще он достаточно много белых 5 но вам главное представлять что вот такой способ механотрансдукции он тоже есть то есть интегриновые рецепторы они не только могут запускать классические сигнальные каскады что приводит к определенным клеточным ответом о которых мы уже говорили но может происходить и вот такое тип механотрансдукции который связан непосредственно с влиянием на форму ядра за счет механического растяжения транслируемого через цитоскелет и это тоже может оказать влияние на активацию тех или иных генов так что вот такие интегриновые рецепторы интересные но вот то о чем мы как раз сейчас говорили это трансдукции сигнала снаружи клетки внутрь клетки а теперь пару слов о том как же происходит обратный процесс как интегриновый рецептор может активироваться под влиянием каких-то внутриклеточных процессов ведь как я уже говорил изначально когда интегриновый рецептор транслируется и затем поступает на ползу на поверхность плазматической мембраны он находится вот в такой неактивной конформации и он не способен связать связаться с компонентами вне клеточного матрикса да и он и наличие ионов кальция магния она важно для того чтобы произошло это связывание но и не только она важно что же еще дело в том что связывание белков активаторов или адаптерных белков с интегриновыми рецепторами а точнее с их c-концевым доменом который находится внутри цитозоли он не происходит спонтанно то есть речь идет главным образом о белке талини то есть талин он обычно находится в клетке вот в таком вот состоянии то есть он состоит из двух доменов регуляторный и актин связывающий давайте я один закрашу не знаю все вот это у нас сталин он находится внутри клетки это плазматическая мембрана рецептор интегриновый изначально находится в неактивное состояние вот у нас альфа цепь вот ее пропеллерный домен и он находится непосредственно связаны связи с бета цепью и конформация неактивной то есть он немножко повернут вот сюда в сторону мембран но у нас на мембране существует еще хорошо знакомые вам же белок связанные рецепторы и тирозинки на знание рецепторы когда они находятся в лигант связанном состоянии то они активируют могут активировать различные различные сигнальные пути ну в частности как правило протеинкиназы некоторые они способны активировать белки которые содержат который содержат гев домен то есть домен обеспечивающий замену замену gdf на gtf составе малых гтф с малых гтф с и вот малый гтф фазой которая регулирует интегриновые рецепторы является гтф а за раб 1 раб 1 она немножко она относится к тому же семейству что и раз гтф а за то есть они очень похожи то есть она так же как раз гтф а за связано с поверхностью плазматической мембраны ковалентно и гев обеспечивает замену gdf на gtf в результате раб 1 становится gtf связан и вот когда я покрупнее нарисую когда раб 1 становится gtf связанной то это приводит к тому что с ней связывается еще один еще один белок он является фактически адаптерным белком и называется он ри а вот этот адаптерный белок когда он связывается с раб 1 он меняет конформацию и его изменение конформации приводит к тому что он приобретает способность связываться 100 сталином связываться вот с этим доменом в результате талин оказывается вот так вот развернут то есть он был вот так вот сложен а в результате взаимодействия с ри ам он переходит вот в такую развернутая конформацию плюс вот этот домен он еще дополнительно связывается с плазматической мембраной через фосфоризитол и уже вот в таком состоянии в активированном талин способен связаться с бета субъединицей он связывается с бета субъединицей с ее внутриклеточным доменом и переводит ее в результате чего она переходит в активное леган связывающее состояние плюс ко всему талин благодаря этому он по сути отталкивает альфа субъединицу вот цитоплазматическую домен альфа субъединицей от бета субъединицей то есть он вот эти ножки которые находятся внутри внутри клетки он их как будто отодвигает друг от друга и в результате рецептор находится уже в активном состоянии то есть как я уже говорил вот расхождение внутриклеточных доменов она приводит к тому что рецептор переходит из неактивного состояния в активное и вот в таком состоянии при наличии там кальция магния он уже может связывать легант частности компонент не клеточного матрикса что же касается да кстати говоря вот когда талин связывается с бета цепочкой сюда же в этом же процессе участвует и другой белок который называется кинглин то есть он тоже является таким линкерным белком участвует в активации интегриновых рецепторов а вот вот этой своей частью то лин уже взаимодействует непосредственно с активными филаментами это не двойная спираль это именно вот активные филаменты которые состоят из ф актина то есть непосредственно с активным связывается талин и вот уже в такой конформации дальше к талину может присоединиться фокальная адгезионная киноза и уже транслировать сигнал внутрь но изначальной события которое шло к активации интегриновых рецепторов она произошло внутри клетки то есть внутри клетки произошел сигналинг от же белок связанных рецепторов и вот рецепторов к тирозин кинозе внутри клетки произошла замена gdf на gtf составе малой gtf азы раб 1 раб 1 в gtf связанном состоянии приобрел активную конформацию связал белок риам адаптерный этот адаптерный белок риам изменил конформацию приобрел сразу к талину к талину и привел это привело к связыванию талина с риам и в дальнейшем к связыванию талина с бета-цепью из поверхностью плазматической мембраны все это в свою очередь привело к тому что талин приобрел активную конформацию связался с актином интегриновый рецептор в составе интегринового рецептора альфа цепь отошла от бета-цепи он вытянулся приобрел активную конформацию в результате получил возможность связать легант то есть здесь у нас идет как раз трансляции сигнала отсюда сюда а уже потом когда талин приобрел активную конформацию и состоялась состоялся контакт вне клетки с внеклеточным матриксом сюда уже может прийти файкей кинозы и уже транслировать сигнал изнутри и снаружи внутрь то есть вот приблизительно такая последовательность действий да ребят я напоминаю что если что-то непонятно вы не стесняйтесь спрашивать я мне не сложно еще раз объяснить или что-то дополнительно о чем-то дополнительно рассказать итак теперь давайте вот обратимся к этому слайду что так регуляция как происходит регуляция интегриновых рецепторов она происходит вот за счет тех процессов о которых я только что говорил то есть за счет активации в результате биохимического биохимических событий внутри клетки и активации происходит имеет внешнее проявление что цепи расходится рецептор приобретает активную конформацию после того как контакт клетки и матрикса то есть фокальный адгезионный контакт уже начинает раз распадаться происходит эндоцитоз интегриновых рецепторов эндоцитоз может происходить с помощью различных путей это может быть и клатрин зависимый путь к виолин зависимый путь либо какие-то еще сфингозин зависимый путь и как правило интегриновые рецепторы после эндоцитоза они не подвергаются деградации они могут подвергнуться деградации но обычно это незначительная часть а вот большая часть возвращается обратно в состав плазматической мембраны уже опять таки в неактивном состоянии и затем эти рецепторы принимают участие в формировании новых контактов и в трансляции внутрь клетки новых сигналов так но вот до основной как я уже говорил функции интегриновых рецепторов является именно со участием контактов и экспрессированы они практически на всех типах клеток и соответственно создание обеспечение создание контактов с микроокружением обеспечить вносит существенный вклад в жизнеспособность клеток то есть такова их функция в различных клетках теперь мы перейдем к рассмотрению следующей группы поверхностных рецепторов тоже менее интересный это толподобные рецепторы а также рецепторы контролекину 1 эти рецепторы имеют очень схожий механизм действия но немножко разное строение я имею ввиду толподобные рецепторы и рецепторы контролекина 1 таки к цитокину интерликина 1 но следует отметить что вот та часть которая находит этих рецепторов которые находятся внутри клетки и те сигнальные пути которые активируются являются у и у того и у другого рецептора общими благодаря чему они были выделены в одно семейство объединены в одно семейство так вот начнем мы наверное стол подобных рецепторов толподобные рецепторы они по сути экспрессированным главным образом на клетках врожденного иммунитета на тех которые первыми реагируют на какие-то патогены которые попадают в наш организм то есть это в основном нейтрофилы макрофаги это могут быть эозинофилы база филы в общем подавляющее большинство все клетки врожденного иммунитета эти рецепторы представляют собой гомодимер и состоят они из каждый из мономеров этого димера состоит из трех доменов внеклеточного трансмембранного и внутри клеточного вот вне клеточные домены толподобных рецепторов они представляют собой лицин богатый мотив который в комбинации то есть когда виде димера находится рецептор представляет собой вот такую буковку м и плюс ко всему этот эта часть этот домен он подвергается еще панс пострансляционной модификации и содержит дополнительно еще фрагменты 3 цилированных липопептидов кроме того да какова функция этих рецепторов что они узнают эти рецепторы принимают участие в распознавании таких консервативных сигналов которые связаны с опасностью с опасностью для организма и в основном толподобные рецепторы что это за сигнал то есть какие сигналы говорят клеткам иммунной системы врожденного иммунитета о том что пришла опасность во первых это могут быть так называемые молекулы которые называются панс переводится это так это джин associated molecular patterns то есть молекулярные паттерны которые ассоциируются с патогенностью ими могут быть в частности липополисахарид который является компонентом клеточных стенок бактерий это может быть флагелин который является компонентом жгутиков бактерий это могут быть другие компоненты различных микроорганизмов это могут быть днк или рнк причем например днк которые обогащены цг парами то есть которые типичны для например плазминной днк то есть благодаря этому эти инородные молекулы могут быть узнаны клетками врожденного иммунитета и тот сигналинг который связывание данных легандов с рецептором порождает он транслируется как опасный и запускаются сигнальные каскады которые связаны с активацией клеток врожденного иммунитета с активацией их фагоцитирующих способностей с способностями экспрессировать провоспалительные цитокины и предупреждать другие клетки о том что в организм попал патоген и каким-то образом отвечать на него но интересно отметить что помимо вот этих вот молекулярных паттернов связан которые принадлежат к другим чужеродным организмам то подобные рецепторы могут также узнавать и леганды которые являются которые принадлежат этому же организму то есть своему организму и вот такие леганды называются дамс вот дамп переводится так damage associated molecular patterns то есть это молекулы которые находятся внутри клеток нашего организма но снаружи клеток они никогда не появляются если клетка не повреждена вот в частности есть такой белок пероксиридоксин он обеспечивает обладает пероксидазной активностью участвует в антиокислительном ответе но он экспрессируется только в некой только внутри клеток в нормально в нормальном состоянии но если произошло повреждение клеток то пероксиридоксин пероксиридоксин может выходить из поврежденных клеток и выступать в качестве damage associated molecular pattern то есть он может связываться например стол подобными рецепторами четвертого типа как и липополисахарид и вызывать клеточный ответ то есть смысл биологически этого в том что клетки врожденного иммунитета понимают что произошло повреждение клеток своего организма и на это тоже нужно каким-то образом ответить то есть скорее всего это повреждение было связано либо с проникновением патогена и там последующим лизисом клеток либо в результате какого-то механического повреждения например при ранении и это значит что нужно активировать клетки врожденной системы иммунной чтобы предотвратить попадание патогенов то есть в этом смысл того что то подобные рецепторы узнают как эту категорию легандов так эту категорию вега толп подобных рецепторов существует достаточно много и вот заточены они в основном как раз под узнавание вот этих самых образов патогенности либо чужеродных либо своих что касается рецептора к цитокину интерлекину 1 интерлекина 1 является провоспалительным цитокину и поэтому тот сигналинг который клетка получает вот этого цитокина он тоже способствует активации провоспалительной активности клетки врожденного иммунитета то есть интерлекин 1 это сильнейший провоспалительный цитокин в целом структурные различия этого рецептора от толп подобных рецепторов заключается только во внеклеточной части вот если в толп подобном рецепторе это были лицин богатые повторы которые вот в виде димера образовывали такую буковку м то в случае интерлекина 1 вот внешний домен он содержит иммуноглобулин подобные сегменты и которые обеспечивают связывание с лигандом и дальнейшую трансляцию сигнал что же касается внутри клеточных доменов то они как в случае интерлекинного рецептора контролекину 1 так и толп подобных рецепторов они общей и и эти домены называются тир доменами тир домены как изначально считалось казалось что они вроде бы как обладают энзиматической активности но потом выяснилось что не они не обладают энзиматической активностью но в результате связывания леганда с рецептором они могут менять свою конформацию и изменение конформации приводит к тому что к ним приобретает приобретается да она ведет к тому что рецептор во-первых образует димер и к ним приобретается родство адаптерный белок который называется майди эти эйд и майди эти эйд связывается как раз только с тир доменами тех рецепторов которые связаны ну либо с интерлекином 1 бета либо с толп подобными рецепторами когда майди эти эйд адаптерный белок связывается с тир доменами он сам меняет свою конформацию и это приводит к тому что с ним связывается серентрианиновая киноза которая называется и рак это да кстати к стране и рак это аббревиатура никакого отношения не имеет это переводится как интерлекин ван рецептор ассоции титкин конец когда это киноза связывается с майди эти эйд она становится активной и она фосфорилирует сама себя создавая на своей поверхности фосфосирин в свою очередь уже другой белок который называется трав может это фу этот фосфосирин узнавать и связываться с вот этой самой кинозой и рак что касается трав то эта молекула действует как убеклетин для газа и она убеклетинирует две молекулы во первых она убеклетинирует сама себя во вторых она убеклетинирует регуляторный домен кинозы ингибитора кпб вот киноза ингибитор кпб я напомню это та молекула которая ингибирует транскрипционный фактор нф-кпб этот фактор представляет собой димер состоящий из белков по 65 и по 50 и он действует как транскрипционный фактор и кпб является его ингибитором а вот я но и и может профосфорилировать киноза и кей кей то есть киноза ингибитора кпб и вот это киноза она состоит состоит из трех доменов альфа бета домена и регуляторного домена он называется гамма или нема домен и вот как раз трав трав является убеклетин кинозой убеклетин легазы которые фосфорилирует вот этот самую гамма субъединицу и кей кей и кей гамма или нема и плюс он же убеклетинирует самого себя появление вот таких вот убеклетиновых цепочек которые связывают трав и нема и причем и содержат в своем составе множество молекул убеклетина приводит к тому что создаются на этой поле убеклетиновой цепочке сайта докинга еще для на одной кинозы которые называются tgf-beta-activated kinase 1 или так 1 киноза это киноза является представляет собой кинозу верхней иерархии в мапки назном каскаде то есть помните вот когда мы разбирали такой классический мапки назный каскад который является связан с активацией терминальной кинозы rg вот первым первым участником в этой иерархии была брав киноза и вот помните там было брав дальше мег киноза а дальше собственно р киноза то есть три уровня киноз и вот так киноза она как раз является соответствует уровню бравки нас вот у меня тут был здесь слайд как раз а вот здесь раф киноза на этом слайде нет но в общем она является вот кинозой высшего уровня то есть мап 3 киноза то есть она киноза киноза map киноза является и в свою очередь активация с одной стороны активация так 1 ведет к запуску map кинозного каскада а с другой стороны так киноза может фосфорилировать и уже полностью активировать киноза ингибитора кпб когда это киноза становится активной она фосфорилирует ингибитор кпб отправляя его потом в протеосому активный nfkpb мигрирует в ядро и там уже запускает активирует целый ряд генов я еще хочу немножко до остановиться отмотать назад и вернуться к тег бета-рецептором помните когда мы с вами рассматривали их не канонические пути вот мы с вами упоминали ну там фосфатидиланазитол 3 кинозный путь вот мапки на знай через grb 2 и 1 и rk кинозу вот еще одним сигнальным путем как раз был сигнальный путь связанный с активацией трав и так 1 киноза собственно вот эта аббревиатура так 1 она и идет от теги бета-рецептора то есть это теги бета-активе этот кайне из вам дело в том что вот трав он на кинозе и рак узнает фосфосерины фосфосерины на теги бета-рецепторе они тоже есть то есть поскольку это рецептор связан обладающий серин трианин кинозной активностью то есть он создает на своей поверхности сайты докинга фосфосерины для связывания трав и в результате трав может связываться с теги бета и там образ получается вот та же самая цепочка то есть трав убеквити милирует сам себя убеквити милирует нема к этой цепочке с этой цепочкой связывается так 1 ну и дальше вот запускаются сигнальные каскады но вот и навкоп и он тоже может запуститься так один кстати может также иногда запустить и фосфатидил азитол трекиназный каскад так теперь давайте еще раз насчет сигналинга который связан непосредственно с то подобными рецепторами и с рецепторами к интерлекина к цитокину интерлекину 1 и так трав поле убеквити мирование трав а приводит к активации так киноза который является как я уже отмечал вверх высшим обладает высшей иерархии в среди мапки нас к то есть к высшему уровню относится после этого так киноза может фосфорилировать различные мишени это могут быть как мапки нас более низкой иерархии так и той же иерархии то есть кинозы киноз мапки нас и в конечном итоге этот сигнальный каскад как бы он не шел он приводит к тому что активируется две терминальных киноза мапки нас на каскады это p38 и джен кей киноза далее эти кинозы способствуют фосфорилированию двух транскрипционных факторов которые сливаются в один который называется и пиво и этот транскрипционный фактор он управляет экспрессии огромного количества генов вот эти мапки нас и если вы тоже помните они относятся к стрессовым об кинозом то есть мы с вами разбирали что мапки нас ный каскад вот например который с r кинозой он является таким больше пролиферативным то есть позитивным для клетки способствующим дифференцировки но он никогда к клеточной смерти не приводит к запуску апоптозы а вот а вот эти кинозы p38 и джен кей они могут привести к тому что сигналинг который от них идет приведет к запуску генов стимулирующих либо дифференцировку клеток либо steam и запускающих программу апоптоза кроме того эти кинозы могут также спонтанно активироваться под влиянием например активных форм кислорода концентрация которых в клетках иммунной системы может резко возрастать в процессе воспаления те гены которые обычно регулируются вот этим транскрипционным фактором и пиван они различны то есть это в основном гены которые вот ответственны за активацию иммунных клеток за локомоцию дифференцировку то есть какие-то вот такие реакции но апоптоз тоже здесь может произойти в принципе она в кпб сигналинг этот сигналинг ведет к тому что высвобождается из комплекса после фосфорилирования ингибитора кпб высвобождается гетеродимер p65 и p50 который является собственно nf кпб транскрипционным фактором он поступает в ядро и тоже связывается с респонсивными элементами активируя огромное количество огромное количество генов в основном это гены кодирующие ферменты различные которые используются иммунными клетками например для уничтожения патогенов это различные проинформаторные цитокины которые выделяются этими клетками и сигналит дальше что вот здесь произошла беда встреча с патогеном срочно все сюда на борьбу с ним а также молекулы адгезии они тоже их экспрессии тоже управляется nfk pb поскольку молекулы адгезии они очень важны для локомоций то есть для того чтобы иммунные клетки двигались например из сосудистого русла в 100 в очаг воспаления им нужно экспрессировать большое количество интегриновых рецепторов чтобы вот быстро формировать большое количество фокальных адгезионных контактов и быть такими активными в воспалительном микрооружении ну и плюс ко всему актив нfk pb запускает также экспрессию ингибитора кпб то есть своего же ингибитора который затем по механизму обратной связи образует вновь комплекс с nfk pb тем самым приводя к затуханию этого сигнального каскада ну что касается регуляции map кинозного каскада то здесь в общем то действует все те же механизмы регуляции которые мы с вами ранее разбирали я уже не буду на них подробнее остава останавливаться но скажу еще несколько слов по поводу других механизмов регуляции рецепторов относящихся к то подобным рецептором и к рецепторам контролекину 1 здесь существует еще несколько механизмов связанных с регуляцией они в основном определяются тем что вот этот сигналинг через стол подобные рецепторы то есть его цель это подготовить клетку иммунной системы ко встрече с патогеном и этот сигналинг важен для того чтобы произошла произошли как произошли какие-то быстрые в клетке изменения которые бы позволили ей встретившись с патогеном быстро его поглотить и уничтожить и потенциально этот сигналинг он для самой клетки опасен опасен он вот почему в качестве одного из механизмов убийства патогенов клетки врожденной системы используют активные формы кислорода и азота в участие участие в их генерации принимают ферменты два фермента таких основных это надf h над ph оксидаза и индуцибельная и носинтаза вот надf оксидаза она генерирует активные формы кислорода главным образом супероксид и неон радикал индуцибельная но синтаза она генерирует но и когда эти молекулы встречаются то может произойти образование пероксинитрита это такой супер токсичный радикал который может без проблем убивать бактерии вызывая повреждения днк перекисное окисление липидов и так далее плюс сам супероксид и неон радикал он потом может дать начало и другим активным формам кислорода в частности гидроксильному радикалу и наличие присутствия вот таких молекул их формирование в клетке оно опасно и для самой клетки потому что эти активные формы кислорода могут вызвать повреждение самой клетки которая их породила в этой связи очень важно очень тщательно регулировать тот сигналинг который идет от толп подобных рецепторов потому что именно сигналинг вот них ведет к увеличению экспрессии вот этих двух ферментов в клетках врожденного иммунитета как каким образом еще регулируется но понятно что сигнальных пути у них своим механизм регуляции но и сами рецепторы тоже обладают еще дополнительными механизмами в частности толп подобные рецепторы могут экспрессироваться в растворимом виде то есть вот если мы посмотрим на структуру толп подобного рецептора то вот эта вне клеточная часть она может фактически с помощью протеаз отщепляться и потом выходить свободное плавание то есть связывать часть каких-то легандов у них клеток что не приводит к сигналингу с другой стороны почему это важно то есть когда например очень много леганды то есть например большое количество бактерий попало в организм это способствует тому что не происходит вот такого явления как цитокиновый шторм наверное в связи с к видом все про это явление слышали то есть если у нас много патогена это значит что у нас идет массированный массированные взаимодействия то есть образов патогенности компонентов бактериальных например клеточных стенок с толп подобными рецепторами это введет ведет к гиперактивации клеток вырожденного иммунитета к выбросу большого количества провоспалительных цитокинов и в этом ничего хорошего нет с другой то есть поэтому как и клетки могут экспрессировать его и в растворимой форме чтобы таким образом гасить какую-то часть леганда который может привести к гибели самих же клеток врожденного иммунитета раньше времени еще одним механизмом является является участие в связывании леганда молекул исти 2 и а также который представляет собой подобный гомологичный толп подобному рецептору как молекулу содержащий тирдомен вот но который не связывается с майди 88 то есть он по сути отбирает майди 88 от рецептора к толп подобному рецептор от толп подобного рецептора не вызывая при этом его конформационных изменений я имею ввиду конформационных изменений майди 88 в результате сигнал затухает есть еще одна молекула сиджи а это трансмембранная молекула которая тоже нарушает целостность комплекса майди 88 и рак и трав отбирая эти белки из этого комплекса это же это введет к затуханию сигнал еще одна молекула rp 105 он является гомологом толп подобного рецептора но без сигнального домена то есть для того чтобы произошла трансляция сигнала необходимо образование там гомодимера или гетеродимера и вот rp 1 rp 105 он может взаимодействовать с одним из мономеров толп подобного рецептора но поскольку он не обладает тирдоменом активации рецептора и трансляции сигналы не происходит еще один механизм регуляции это сплайс вариант майди 88 который конкурирует с ним за связывание с тирдоменом когда он связывается с тирдоменом он тоже это связывание не приводит к дальнейшей трансляции сигнала и рак м это гомолог и рак кеназы который не обладает кеназной активностью и тоже не способствует тому что сигнал транслируется от рецептора ну и наконец еще две молекулы а-20 это молекула которая обеспечивает деубиквитинилирование трав и триад 3а эта молекула которая наоборот обеспечивает убиквитинилирование рецептора его эндоситоз и разрушение в лизосомах в деградацию таким образом как вы видите вот по сравнению с теми рецепторами которые мы рассматривали ранее вот здесь помимо многочисленных способов регуляции сигнальных путей есть еще дополнительные механизмы регуляции самого рецептора и вот того комплекса адаптерных белков который принимает участие в трансляции сигнала то есть вот здесь очень много механизмов регуляции но это и вот я еще не все назвал тут еще вот и сокс нам знакомый есть по цитокиновым рецептором 1 2 типов тоже он может регулировать активность то подобных рецепторов и что касается какие-то из этих механизмов которых я упомянул они являются краткосрочными но вот в частности те которые розовым обозначены молекулы какие-то действуют в более долгосрочным более долгоиграющими является то есть например их экспрессии может возрастать в ответ на активацию тех генов которые например управляется транскрессионными факторами nfkpb и и пила так ну давайте наверное я уже еще буквально на минутку вас задержу скажу что подводя вот делая вывод о этой группе рецепторов вот о подобных рецепторов и рецепторов контролекину 1 какие клеточные ответы они обеспечивают они обеспечивают подготовку клетки врожденного иммунитета к встрече с патогеном во первых они обеспечивают обеспечивают дифференцировку иммунных клеток они активацию если быть точнее в частности под активации понимается увеличение экспрессии вот этих двух ферментов которые являются оружием клеток врожденного иммунитета против патогенов увеличение экспрессии молекул клеточной адгезии увеличение продукции цитокинов воспалительных ну и плюс ко всему nfkpb он также способствует стимулированию выживания иммунных клеток потому что в условиях кислительного стресса иммунным клеткам важно выжить и как раз nfkpb он также может обеспечить выживание и пролиферацию клеток но эти же сигналы они могут вызвать и апоптоз то есть это все определяется таким наверное типом клеток отчасти части наверное силой сигналинга который происходит через стол подобные рецепты